Да, вот этой самой площади, территории, где возможно наводнение возникнуть в Восточно-Казахстанской области. Также у нас возможно, что большой материальный ущерб неизбежен. Почему? Потому что материальные ценности во время наводнения, они все, так сказать, жилые дома, то есть погреба. Любая материальная ценность может испортиться во время наводнения. За последние годы, да, за последние годы, одним из самых крупнейших наводнений было наводнение, произошедшее 27 марта 2000 года в поселке Тугыл Алтайского района, где талыми водами была разрушена защитная дамба. В результате подтоплен 341 дом. Ущерб составил 12 миллионов 350 тысяч тенге. А 4 марта того же года в село Рассыпное произошел прорыв дамбы для накопления воды. В результате пострадало 8 домов и 3 человека погибли. То есть, понятное дело, что наводнение, там поднимается вода, может затопить жилые дома, так сказать, еще разные, так сказать, материальные ценности. Но самая опасность, да, во время вот этих самых наводнений составляет, что возможность, то есть человеческих жертв, самая опасная. То есть, мы должны избегать вот этих самых человеческих жертв. Материальные ценности, они восстановятся. Но, к сожалению, человеческие жертвы никогда никак не восстановятся. Поэтому необходимо быть всегда готовым к такой вот поводковой обстановке, к наводнению и тому подобное. Возникает вследствие обильного, то есть, наводнение возникает вследствие обильного таяния снега и ледовых масс на равнинных и горных реках. Половодие повторяется в каждый сезон с различной интенсивностью и продолжительностью, да. Вы от этого должны знать, вот эти моменты, что наводнения, половодие могут возникать во время активного снеготаяния, когда температура окружающей среды потеплела и тогда может возникнуть, так сказать, наводнение. Дальше. Чаще всего наводнение происходит тогда, когда местные водооттоки не справляются с отведением поступающих на территорию влаги. У нас в области чаще всего возникает наводнение, вызванное метеорологическими факторами, да. Это половодие, которое возникает вследствие обильного снеготаяния, как вы здесь на экранах можете видеть, да. Второе. Основные причины наводнения в ЭКО. Продолжительные дожди на фоне половодия. Но с начала года еще, то есть, с начала весеннего периода, не с начала года, с начала весеннего периода, да. С 28 февраля по 1, по 5 марта на территории Восточно-Казахстанской области, то есть, вы стали свидетелями обильного снеготаяния. Снегопада, да, большого снегопада, рекордного, можно сказать, да, за последние, так сказать, несколько лет. Раньше такого не наблюдалось. В связи с этим появляется угроза, да, в Восточно-Казахстанской области, появляется угроза о том, что на территории Восточно-Казахстанской области может возникнуть, так сказать, наводнение. Сейчас наши сотрудники проводят совместно с подразделениями Казселезащита, с подразделениями, различными подразделениями Каза Авиаспас проводили, тут недавно облет проводили. Также с подразделениями Казселезащита проводят, так сказать, взрывные работы по, так сказать, уменьшению снежных масс, уменьшению, то есть, чтобы реки могли поддерживать свою проходимость, да. Паводок. Теперь, что такое паводок? Быстро расскажу. Быстрый, возникающий нерегулярно кратковременный подъем уровня воды в каком-либо определенном створе реки, завершающийся почти столь же быстрым спадом. Паводки возникают в результате выпадения дождей, ливней и интенсивного снеготаяния, сопровождающими выпадением дождей. К числу наиболее паводкоопасных рек региона относятся Иртыш, Бухтарма, Уба, Ульба, Грамотуха, Нарым, Тругусун, Хамир, Курчум, Кальжир, Урджар и другие. В городе Ускаменогорске возможны подтопления рек Иртыш, Ульба, Маховка и от ручьев Бражинского, Орловского, Овечьего ключа и ручья Безымянного. Горные реки характеризуются резко появляющимися половодиями в весенний период, когда бурные таяния снега в горах приводят к подъему воды на 3-5 метров и более. Выпадение ливней и обильно продолжительных дождей в весенний-летний период может также значительно усилить паводку опасность. Основные причины наводнений, то есть это какие? Давайте кратко пробегусь по ним. Первое, это большие снегозапасы. Вот здесь на фотографии вы можете видеть, это вообще рекордное, так сказать, выпадение снега. Выше человека в 3 раза. Такие ситуации на территории Восточно-Казахстанской области это были. Большие снегозапасы. Можно к этому приравнять. С 28 февраля по 5 марта, когда обильный снегопад происходил, тот же самый снег накапливался большой массой. Дальше. Резкое повышение температуры ранней весной. Вот когда мы радуемся, когда сильное потепление пошло. С одной стороны, конечно же, хорошо, но есть угроза потопления. Даже из-за того, что водотоки не успевают справляться с отведением воды из таящего снега, возможно появление наводнения. Далее. Зажоры льда. Есть такое понятие, как зажоры льда. Заторы и зажоры льда. Заторы льда это возникает в период осеннего-весеннего ледохода. Это масса льда, забившая русло реки, которое влечет за собой резкий подъем уровня воды. Которое влечет за собой резкий подъем уровня воды. Выше затора. Иногда превращаясь в 2-3 метра. То есть заторы, когда появляется вода, не может пройти по руслу реки. И поднимается, то есть вода поднимается там выше, то есть этого затора выше поднимается вода и может возникнуть наводнение. Следующее. Зажоры льда. Возникают осенью или зимой. Представляют собой закупорку русла реки шугой. Внутриводными и отчистными плавающими по поверхности реки льдом. Зажоры вызывают обычно более плавный подъем уровня воды, но бывают устойчивее, чем заторы. Сохраняются в течение многих дней и разрушаются медленно. С появлением заторов можно познакомиться, так сказать, по отрывку из рассказа Джека Лондона «Там, где кончается радуга». То есть, кому интересно, можете прочитать небольшой рассказ Джека Лондона «Там, где кончается радуга». Тогда, прочитав, вы можете понять, что такое заторы, зажоры. То есть, очень ясно, четко рассказано. Далее. Большая глубина промерзания почвы. Основные причины также наводнения в ЭКО. Когда почва проверзает более чем на полтора метра, тогда тающему снегу в воде, то есть, некуда идти, некуда деваться. И тогда происходит что? Она накапливается сверху, то есть, по поверхности земли. И возникает наводнение. Безопасность при наводнении обеспечивается подготовкой к ним. Примерно на 60% наводнения прогнозируется. Так, и последнее, из-за чего случаются наводнения в нашей области, это вызванные деятельностью человека. Одной из причин возникновения наводнений, это, конечно, деятельность человека. Подпоры мостов, гидротехнических сооружений, завалами в руслах рек, искусственно сооруженные русла рек, прорывы выше расположенных плотин и береговых дамб. Наводнения подвержены населенным пунктам вблизи водохранилища Чарская, Уиденинская, Лайлинская, Егенцуйская, Каракольская. Все виды наводнений в достаточной степени прогнозируются исключением внезапной прорывы водоемов. Поэтому безопасность при этом стихийном бедствии в населенных пунктах во многом обеспечивается профилактической подготовкой к ним. В этих целях Акиматом Восточно-Казахстанской области принято постановление о мероприятиях по паводку и паводкоопасному периоду на 2021 год и план противопаводковых мероприятий на 2021 год, согласно которому ведется постоянное наблюдение за снеготаянием и вскрытием рек. В марте месяце выездным методом проводится обследование паводко-потенциальных опасных мест на территории городов и районов с привлечением заинтересованных служб. Наши сотрудники также проводят космический мониторинг. Благодаря слаженным действиям Казгидромет, департамент по чревчайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, получает метеоданные по мероприятиям, по снежным запасам, по тем местам, где активно начинает таять снег, лед, и по тем местам, где в руслах реки возникают заторы, зажоры. Это производится космическим мониторингом. Также проводится, так сказать, воздушная разведка русел рек. Для чего это делается? Для того, чтобы заблаговременно предусмотреть, где, возможно, заторы появятся, где какие мероприятия необходимо заранее предпринять. Проведение, так сказать, длинноуглубительных работ позволяет нам провести что? Избежать, то есть, по практике, допустим, если в 2020 году в каких-то местах произошло наводнение, заторы, зажоры, то есть, это означает, что до 2021 года, до наступления, то есть, поводка опасного следующего периода, то есть, поводка опасного периода следующего года, необходимо провести, то есть, дноуглубительная работа для того, чтобы избежать, для того, чтобы избежать появления в следующем году поводка опасного, то есть, явления. Строительство заграждающих дам. В случае угрозы возникновения, так сказать, червячая ситуации, наши сотрудники совместно с сотрудниками местных исполнительных органов выполняют работу, да, по берегоукрепительным работам, да, то есть, что, какие мероприятия тогда проводятся, как вы можете видеть, да, то есть, наполняются мешки, вот эти обычные мешки инертным материалом, для того, чтобы задержать воду, да, чтобы вода не достигла наших жилых домов. Профилактическая работа по ликвидации заторов на водоем, да, это что такое? Вы можете на экране видеть, это на русле реки производятся, так сказать, взрывные работы, для того, чтобы пропускная способность вот этих самых водоемов, да, была большой, и чтобы вся вода, которая начинает таять, сходить, так сказать, с горных рек, она могла пройти по дождь, по ней, то есть, без остановки, без затора и без зажора. Очистка от мусора водопроводных труб и рыков, да, вот эти вот мероприятия проводятся, также заблаговременно, для того, чтобы водопропускные трубы, а рыки смогли пропустить воду, то есть, не задерживалась вода и чтобы не появилось наводнение. Далее, переведение в готовность специальной техники и плавсредств. Для чего? Подготавливается для чего? В случае того, когда мы получим сигнал о том, что где-то, то есть, человеку нужна помощь, наши сотрудники, да, вот, вы видите, да, различные плавательные средства, помогают, так сказать, оказать большую помощь по вызволению человек с опасной зоной. Следующее, индивидуальные меры профилактической безопасности. Теперь, возведение капитальных строений. Необходимо, чтобы вот эти капитальные строения должны быть, то есть, устойчивы к землетрясениям, во-первых, да, к наводнениям, к сильным ветрам и тому подобное, возможным чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, возможным на территории Восточно-Казахстанской области. В случае чрезвычайной ситуации, да, не только касающие наводнения, паводков и том, да, но и различных ситуаций, вам следует запомнить следующие номера телефонов, так сказать, телефонные номера. Управление местной полицейской службы 2688-27. Оперативный дежурный, оперативный дежурный Департамента подчерчения ситуаций в Восточно-Казахстанской 2688-26. Номер телефона оперативных служб 101 и номер телефона 112. Отдел внутренней политики 2689-34 и 2652-58, да. Эти номера телефонов вам помогут, да, то есть, в каких ситуациях? Когда вам угрожает опасность, угрожает беда вашему здоровью, либо вашим родным, близким, знакомым, можете смело взять телефон, позвонив на номер телефона 112. В первую очередь, вам необходимо, что представиться, да, сообщить фамилию, имя, отчество, я такой-то, такой-то человек, сообщаю вам о том, что адрес, следующее, необходимо сообщить адрес в такой-то местности, происходит угроза наводнения, угроза паводка, то есть, вода поднимается, либо где-то происходит пожар, либо какое-то еще противоправное действие. Ваш номер, то есть, ваш вызов примут с номера 112 и направят вам обязательно компетентную службу по вашему вызову, на ваш адрес, на вами указанный адрес. Но первое правило, как я уже говорил, необходимо вам представиться, сообщить ваше фамилию, имя, отчество. Далее, перенести на верхние этажи зданий ценные вещи и мебель. Когда уже наводнение началось, необходимо вот эти вещи перенести повыше, чтобы, то есть, это ваши материальные ценности, начиная от денежных средств до, так сказать, документов. Да, документы обязательно, момент, необходимо перемести на верхние, то есть, помещения, верхние этажи зданий. Приготовьтесь, так сказать, плавство средства. Если вы понимаете, да, что есть угроза в вашем районе, где вы проживаете, то есть, угроза возникновения, необходимо приготовить плавство средства. Перегнать скот в безопасном месте и постараться не допустить гибели домашних животных. Да, то есть, также наводнение опасно не только для людей, но и также опасно для наших животных, да, домашних животных. Чтобы избежать пожаров, отключите газ и электричество, погасите печи. После этого необходимо, после того, как обеспечили безопасность своего жилья, необходимо покидать помещение. Принимается решение об эвакуации в случае невозможности, так сказать, в кратчайшее время ликвидировать поводкоопасную ситуацию, принимается решение об эвакуации. Во время эвакуации вам сообщат, да, вам сообщат заранее, заблаговременно, время и место эвакуации, откуда вас будут забирать. Для этого вы должны подготовиться. Каким образом? В первую очередь прослушивать средства массовой информации вашего, то есть, места жительства, где вы живете, да, района, города, либо сельского округа. После этого вам сообщат, необходимо, чтобы вы подготовили с собой нужные вещи, да, то есть, тревожные чемоданчики, грубо говоря, либо нужные вещи, это документы обязательно, да, денежные средства, продукты питания на 1-2, то есть, на 3, не менее чем на 3, на 3 суток, сменную одежду обязательно, да, и после этого вам сообщат, куда необходимо выйти, чтобы вас эвакуировать для безопасности, то есть, эвакуации в безопасную зону. При экстренной эвакуации занять верхнее этаж издание и ждать помощи спасателей, да, ни в коем случае не сами не пробирайтесь вплавь, либо еще каким-либо способом, да, необходимо с собой брать, так сказать, средства связи в обязательном порядке, да, начиная от суток телефона, да, заранее сообщить своим друзьям, родственникам, да, в какой ситуации вы оказались, и после этого находиться, то есть, в безопасном месте для того, чтобы вас могли эвакуировать в безопасное место. Самостоятельно из районов бельцев выбирается следовательно только в особых случаях, да, особых случаях. Не переходите поток, то есть, высший колен, он опасен, да, потому что высший колен поток может быть что, снизить, то есть, сбить вас с ног, и вас унесет течением, да, поэтому ни в коем случае не переходите вот эти самые места. Организация помощи пострадавшему. Каким образом? Если вы знаете, что где-то есть пострадавший, вы оказались свидетелем, ваша задача какая? Здесь нет необходимости, сломя голову, унестись на помощь, то есть, пострадавшим, оказавшись в бедстве. Если у вас с собой нет никаких специальных средств, да, там, спасательного жилета, либо плавательного средства, если есть такой человек, если вы стали свидетелем, видели, да, где человек остался в беде, необходимо что сделать? Сообщить спасателям, на сообщить спасателям о том, что там, в такой-то местности остался человек, необходимо его, так сказать, эвакуировать в безопасное место. Эвакуационная работа из затопленных районов бедствия спасательными, то есть, спасательными службами, да, вот вы можете видеть, да, специальными пластфористами, надев жилеты, то есть, спасательные жилеты, эвакуируют людей в безопасные места. Поэтому, если вы остались в беде, запомните, нет необходимости самостоятельно покидать опасную зону. Необходимо дождаться спасателей, чтобы они произвели эвакуацию. Еще такой момент, хотелось бы продемонстрировать. А как населению подготовиться, так сказать, к наводнению? Если ваш дом расположен вблизи водоема, ручей, рек, да, озеро, водохранилища, вы должны в весенний период на прилегающей территории очистить арыки. То есть, наша безопасность, наша безопасность зависит от нас самих, от нас самих. Что мы должны в первую очередь сделать? Вы должны в весенний период на прилегающей территории очистить арыки, канавы, водопропускные трубы от снега, накопившегося мусора. Перенести на верхние этажи чердаки предметы домашнего обихода, запасы, то есть, овощей, мебель. Приготовить аптечку первой помощи, трехдневный запас питания, питьевой воды, запасные источники электропитания, теплую одежду, документы и деньги. Собрать все, что можно подготовить, то есть, приготовить в качестве плавсредств. Приготовить электрические фонари, как сигнальные средства. Привязать во дворе все, что может уплыть, чувствительные приборы, защитить, то есть, так сказать, смазкой, перенести в безопасные места, где не появится наводнение. Наметите места, которые не могут, которые не будут охвачены водой в случае бегства. При угрозе наводнения отключите газ и электричество. Загасите пиво. Не пренебрегайте информацией и конкретными указаниями органов управления об эвакуации и местах укрытия. При прогнозе затопления работа школ и дошкольных учреждений прекращается. Еще раз повторяю. При угрозе затопления работа школ и дошкольных учреждений прекращается. Может быть принято решение об эвакуации из опасной зоны. При эвакуации из дома квартиры рекомендуется взять с собой документы, ценные предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Все это герметично упаковать в полиэтиленовые пакеты и уложить в подписанный рюкзак сумку. Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зоны затопления. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях, домах отдыха, санаториях, туристических и спортивных базах, а также в домах местных жителей на дачах. Особая забота домашних животных по сравнению с человеком наиболее не защищены. Не забывайте об этом и проявите свою заботу. При угрозе наводнения необходимо заранее вывести скот в загоны, подготовленные на пригорках и заготовить для них корм. Заготовить для них корм. То есть оказывать помощь. Теперь какую помощь можно оказать человеку, который попал в наводнение? Оказывающий помощь человек должен подползти как можно ближе к пролому и подать пострадавшему конец веревки, лыжи, связанные с темляками лыжных палок, ремень, шарф, куртку, брючину и так далее. В группе людей помощь утопающим оказывается только одним, в крайнем случае двумя людьми. Скопление людей в одном месте на краю льда опасно. Спасенного из воды немедленно по возможности переодеть сухую одежду и обувь или отжать мокрую одежду. Дать поесть сладкого, сахар, варенье, шоколад. Заставить активно двигаться, приседать, размахивать руками, растирать лицо и шею, чтобы быстрее согрелся изнутри. На берегу разжечь костер, укрыть в палатке, по возможности доставив в теплое помещение. Только правильно продуманные действия, осторожность и бдительность граждан помогут избежать случаев гибели на воде. Таким образом, я немного до вас довел информацию по палатковой обстановке. Довел до вас номера телефонов, по которым вы можете связаться в случае вашей угрозы вам. Какие еще мероприятия вы можете провести? Немного рассказал, как себя вести во время палатков. Необходимо собрать документы, вещи, продукты питания на трое суток, для того, чтобы безопасно переждать вот эти палатки опасный период и возвращаться уже к обычной нормальной жизни. Но для этого мы должны знать, определить для себя безопасные места, какие будут, и заблаговременно прочистить, как уже было сказано, возле ваших домов арыки. Убрать вот эти снежные массы, большую снежную массу, вывести со двора снежную массу, для того, чтобы не произошло наводнение в вашем дворе, там, где вы живете. Вот такие вот небольшие мероприятия. Теперь хотелось бы у вас поинтересоваться. Вопросы по теме наводнения палатков будут? Если есть вопросы, пожалуйста, в течение, у вас еще и время есть, можете задавать. Вопросы, пожалуйста, по наводнению, по палаткам. Уважаемые слушатели, если есть вопросы, можете задавать. Нет, нету. Хорошо. Если нету вопросов, спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание. Всем удачи. До свидания. Всем хотелось бы пожелать большого, то есть крепкого здоровья. Успехов в учебе. До свидания. Спасибо.